всех приветствую на своем канале мы продолжаем прохождение игры stalker зов припяти как выйти я на складовский я больной не в плане в игре и не в плане по своему характеру я действительно заболевший у меня опять горло опять сокли слюни мой организм их слабенький не выдержал приближение зимы решил заранее обосраться в общем погодите у меня такое распознавание на телефоне непонятно зачем непонятно почему вырублю и постараюсь что больше не появлялась вы этого не слышали и слава богу в общем почему я здесь потому что кардану надо прийти по поводу вот этой пушки гаусса это я уже вычитал не сам как говорится догадался и не методом проб ошибок это нашел ну как вы уже обратили внимание у меня в интере еще имеется инструмента для тонкой работы это я восполнил пробел который у меня был допущен в какой-то из игр и я пропустил этот набор инструментов вот здесь в цехах подстанется под станции кому интересно вот 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 тут вот то есть вот здесь у нас вот аномалии железный лес вот здесь вот у нас станция переработки отходов а вот здесь цеха подстанции между ними практически это все находится в близь аномалии цирк для уточнения представляете ну по этим координатам теперь точно никто не ошибется в цехах подстанции прям в конце собственно пройдя по вот этой завитушки коридора коридоров в конце прямо на ящике собственно персоны лежали набор инструментов которые благополучно почему-то пребыванием сам не понимаю почему хотят все был видом так в общем нам обратиться к нему по поводу да вот у меня есть образец неизвестного оружия как это неизвестного ну-ка покажи чего там у тебя смотри видео когда-нибудь такое чего шестьдесят два чё 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 не может быть чё чё не может быть этот чувак скуплился да ты чё ты неизвестно оружие подождать пока когда придет себя визе понятно разве сверху зеленый чертей что ли насмотрелся благо руками не махает и в драку не лезет пусть лучше проспится говорить да вот кстати он меня тоже позвал вы знаете почему вот могу даже показать заманчивый бизнес поговорить с и чем зачем что новое наверное по поводу наших детекторов вельс который мы ученым отослали или отдали есть проблемы наш с тобой бизнес оказался под вопросом новиков покопался в детекторах увеличив радиус действия чувствительность ну и прочее с их помощью теперь можно кого угодно обставить в поиске артефактов я договорился с бородой чтобы stalker которых он нанимает использовали новые детекторы и что дальше по уговору мы должны были делить хабар поровну только stalker отказываются приносить наш с тобой половину тебе нужно пойти к бороде и убедить его выполнить свою часть договора ты же хочешь получить свою долю все да я просто до встречи я в принципе уже подписан на это задание так что нечего тут собственно выяснять я еще наверно тебе дружище продам кое-какой шмот велис у него уже штатные тут единицы в продаже тут без проблем вообще его в любой момент купить да и холи здесь комбинезон сева тоже постоянно продается но это мы уже давно вычислили кстати пока ходил за инструментами для калибровки вот нашел вот эту шнягу в аномалии не пугу какой аномалии где там снорки еще прыгали так вот это мне тушим на хер не надо водичка зачем мне этот водичка этот счет а геркулес какой-то силу дают так вот этот артефакт возможно понадобится когда я расширю ячейки я тогда вставлю еще один у меня будет вообще хорошо все с переносимую тяжестями он же сколько-то дает помогает минус 4 кардиация ну тоже полезная штука не будем выкидывать дробышные патроны тоже нужны так аптечек давай когда 10 спустим а тут до 2 походу буду очень много кашлять и возможно этим самым маустер вас раздражать но я ничего и поделать сейчас не могу с собой тратить время и собственно просирать время просто так тоже не хочется хочется что-то пройти и поиграться хочется играть просто без съемок тоже не хочется потому что это все во-первых в чего-то другое надо играть там на гитаре причит во всем привет приветствую подскажи так все понятно ничего тут полезного я не найду давай с бородой сумма зари пока когда говорится не хочешь заработать на поиске артефактов но я не знаю сыч говорит что ты не соблюдаешь договор у нас с ним была четкая договоренность я получаю детектора а потом выплачиваю часть суммы с хабара чтобы их выкупить часть суммы с хабар чтобы их выкупить ну типа да эти условия я соблюдаю за два детектора уже заплатил а других пойми тут покашлянул покашлял в игре и меня тоже пробило у меня будет сейчас подбирать еще раз повторюсь а других договоров у меня с и чем не было если ты работаешь на него третий детектор можешь забрать все равно я его покупать не прошло доктор что хорошо так спрашивать стал хорошо что не предположим лучше бы ты с и чем не связывался если нужна хорошая работа так я могу предложить тебе постоянную фору в поиске артефактов два-три часа вполне достаточно чтобы успеть раньше других плюс и если заинтересуешься будет и особый закажет такая видишь ли мне позарез нужен артефакт под названием компаса и кому он не нужен блять заманчивый бизнес вот так ну если я соглашусь на эту хрень мне наверняка дадут какие-то координаты куда мне надо топать и брать этот компас я могу конечно подписаться попробовать ну давайте расскажи про компас и про него легенды о про него легенды ходят говорят если уметь этим артефактом пользоваться он тебя проведет через любые аномалии сама по ним а сам понимаешь заказчиков такую полезную вещь хватает недавно мне подсказали что мой этот сталкер такой живет на юг отсюда на юге наверное отсюда да так он вроде бы что-то про компа знает суши но и блять ты мне говоришь как-то не своевременно с моим уже давно все обсуждали ладно хорошо я схожу к давайте посмотрим что за компас я где-то уже слышу к чаю же так я не буду из нет я буду искать для тебя компас расскажи про здешнюю жизнь не надо до встречи пакетово пойдемте снова и спросим на него что там на закон пасы где его взять с чем его вообще жрут едят может быть вещичка крайне полезное окажется и мы тогда собственно ее обязаны забрать я правда не знаю что нам может быть какая она может быть пользу если у нас вот такая вот шняга в кармане лежит она показывает уже все аномалии без всякого компаса ну да ладно вопрос интересный вопрос так скажем даже риторически идти туда или нет просто идти и все и плюс ко всему нам необходимо как бы по максимуму узнать все тонкости в этой игре хотя наверняка многие из них я уже проебыванию и может быть уже проебыванию неизвестно плюс ко всему помните как я находил инструменты для калибровки а вру для тонкой работы для калибровки оказывается все инструменты находятся в припяти поэтому то что я их не нашел это норма и порядок я думал что их опять же где-то провафлил может быть на складовский может быть на юпитере чё я говорю на юпитере я на ли я на ли у нас есть две локации пока складовский янов исключая допустим ту же припять припять пока у нас совсем не изучена так вот стрелять мощный будет опять я не знаю он псих конченый бам блять к нему вот так вот надо короче первоначально тестовые открытие двери отбегаешь ждешь когда он простреляется блять опять он зашуршал ебать и сразу спать шустрый у тебя собачка просто недавно бегал и круги наворачивала тут раз и отрубилась сталкер уже виделись на не помню ладно что тебе мне нужны артефакт компас не знаешь где его искать это барахло когда мутанты попрут из всех щелей он тебе не поможет на забирай прохват валивай блять иди куда шел спасибо чувак я не знаю конечно у тебя глаза вот-вот из орбит вылезут чё принял ты я не знаю что-то жесткое поход ты давай заканчивая тут с этими витаминами амфетаминами блять ладно короче чё я не понял тут с артефактом то происходит о видео я где-то в какой-то части этот компас стать редкий артефакт последний раз его находили много месяцев назад обладает способностью показывает разрывы в аномальных полях говорит с его помощью можно без малейшего риска пройти мимо самых сложных аномалий однако очень мало кто знает как с ним общаться обращаться но хрен бы с ними с аномалиями посмотрите сколько он всякой херни дает термозащиты химзащита психозащита электрозащита восстановление сил а у меня чё а у меня просто восстановление сил плюс 2 а комп издает тоже плюс 2 но сколько всего остального он дает просто душа радуется единственное у меня здесь радиации минус 4 у компаса плюс 4 в итоге я не буду убавлять радиацию да и химзащита психозащита я почти не использую чё особо-то париться на самом деле все это конечно хорошо и замечательно если собрать вообще сет какой-нибудь крутой из этих артефактов который бы компенсировал там всю радиацию и прибавлял кучу всяких ну прикольных полезностей без которых собственно можно было бы обойтись но с ними намного приятнее было бы играть и чувствовал себя танковым таким знаете бронебойным у вас бы восстанавливалась сил постоянно бы быстро это все происходило плюс бы у вас бы там допустим останавливались кровотечения моментально ну и до кучи ко всему там я не знаю что еще можно добавить восстановление здоровья к примеру да блядь тут думал пень какой-то валяется это сука кабан без ноги одной причем где нога то вторая блять он ее короче куда-то в себя засунул видимо пытался так себя убить побыстрее чтобы не мучиться я не знаю копыта торчало из груди и кабана бедовага короче очень смерть страшной смертью помер на помочь мужичем не можем единственное чего почему и но примет из него шашлычок помочь себе так я принес как говорится я заберу пожаловать на борт нашего болотного ледокола да понял я понял единственное что мне хочется сказать борода компасы крайне не хочу отдавать тебе прототип детектора сварок а это ну все одно и то же да в принципе одинаковые вроде детектора детектора директора бля так я нашел композе блять жалко да ладно держи действительно дружище вот это ты меня выручил все считай доверие одного влиятельного заказчика у нас кармане ходили слухи что султан хочет подмять под себя мой бизнес так султана ждет заслуженный облом вот держи твоя более чем заслуженные награды 10 тысяч получены координаты тайника задание компас выполнен принесите артефакт бороде мне дали координату тайника и 10000 все в принципе бы ничего но координат тайника меня запарили еще давным-давно в каких-то первоначальных сериях поэтому я наверное пошел карта будет чего интересно может быть проснулся бедолагу для чувак ты до сих пор дрэкни что ведь и по щамбу дать что ли что ты мало чего чего мало чувак походу во сне конструирует какие-то жесткие вещи все да да поспать а будь человека а ты откуда знаешь что есть меня здесь нет да он ты наливай а вот это ты помнишь да все да дай поспать а будь человека ладно от него мы больше не новых каких-то и отчет этот дождем если а этот неинтересен скучен как под подлюка просто нужны товары информации или может это ты хочешь продать мне информацию брата сказал что вы договорились на других условиях на каких это другие да он совсем страх потерял козел бородатый пора его приструнить слушай на затоне есть один влиятельный человек зовут его султан а понятно сходи к нему он скажет что делать никаких султанов давай мою долю сейчас и ладно вот держи он за но запомни мамой клянусь борода тебя вводит вводит за нас слушай уж если уж говорить что ты меня призываешь сотрудничать султаном то доверие к тебе никакого так торговлю что-то мы может быть тебе торганем еще нет у нас ничего больше мимо так вот одни таблеточки есть так ладно них ухты из скелета уже так про продаются без всяких заказов 40 тысяч стать ребята знаете о чем подумал я ведь ни хрена их ты ебать шлем заслон ничего себе пиздец такой сякой извиняюсь конечно за нелитературное выражение да что ж ты будешь делать так вот у него конечно все замечательно я имею ввиду по поводу брони а вот все остальное кашу просто улицу модификация 1 зарядного гранатомета с укороченным на 3 дюйма стволом с креплением для установки на плаку планку пикатине благодаря смене крепления данной модели нашла очень широкое применение во всем мире ребята стоит конечно задержаться немножко костер gp-25 однозарядность заряженный из дула подствольный гранатомет для автоматических винтовок стран участниц варшавского договора ударно-спусковой механизм самозлотный с ручной предохранительной автоматической блокировкой выстрелов при направлении установки кай при неправильной установки для снаряжения используются припасы в 25 где тему 25 тут лежат вообще вот это что да мог 25 а это граната им ну понятно тут и все это и другое она как бы устанавливается блед вообще конечно шикарно пошло дело тут на самом деле очень охерительно все в ассортименте появилась очень много разного разнообразия таска я вот единственное что знаете думаю вот 40 тысяч взыске лет 20000 какой-то бронекостюм был от но очень тяжелый собак и сева 20000 то есть смотрите сева блять мою так ну вот у нас почти схожие да потому что я тут при апгрейде усил чуть-чуть а вот был от атака если этот ну вот этот конечно прям были мне он нравится мне он всем нравится я наверно его все-таки возьму экзоскелет а знаете почему потому что мне кажется что найдя инструменты для калибровки сейчас я возможно смогу найти потом точнее возможно смогу его проапгрейдить что смогу в нем бегать я это не знаю и поэтому хочу проверить берем уж извините может быть туплю но денег все равно у меня масса поэтому куплю-ка я его и сейчас он не уже не 60 не 70 стоит а всего лишь 40 терпимая подъемная сумма так до встречи да все блять я сдвинуться не могу если кто не понял что со мной произошло так давай-ка с тобой случайно не это оружие снилось о проснулся чувак спасибо те а ты ой хорошо же мы посидели представь только снилось будто ты принес кое-чего из прошлого и придется же и привить со спиа на глаз не это ли оружие снилось ух ты же его значит не привиделась это гаусс пушка или по-другому как его звали официальное изделие номер 62 of я же когда когда-то работал по заказу завода юпитер оружие разрабатывал как сейчас помню основной на основной на принципе ускорение снаряда электромагнитным полем ну собственно я как бы понимал подозревал говорил запатентуйте вот смотри вот и эти вот катушки это же моих рук дело жаль в 2004 году проект прикрыли не смогли получить достаточно компактный источник энергии из этой пушки стреляли что могло измениться на черт его знает если честно в такой аккумуляторе я бы отвертки лезть не стал кроме того механические повреждения систем питания не мешало бы на схемку взглянуть я работал воспитательном цеху так через него проходил вся рабочая документация очень может быть и схемы сопроводиловка и в гаусске еще там валяются а между прочим я свою ключ карту от цеха сохранил можно от нее а чего уж там держи только не загуляй еще по возможности воды если принесешь документы я может смогу разобраться с поломкой подождите ребята секунду секунду нет блин вот так вот приходится вам страдать и слушать мое чехалово старомагнитная карта получена я принес тебе инструмент да сразу давайте отдадим чтобы натаскать лишний вес неплохо любопытно какие для тонкой работы отлично еще бы инструментов для калибровки проблем бы не было да и я сам в курсе что проблем бы не было до встречи а да давай сразу отремонтируемся если у нас что есть ремонтировать так это нет так ну это понятно а да вот смотреть что получается мы бегать не можем в этом костюме давайте смотреть в столах подвижных защитных пластин на суставные конечности подвижных пластин убирают суставы от пуль уберегать так броня плюс 20 электрозащита плюс 20 термозащита плюс 20 проще костюм плюс 15 колес контейнеров плюс один так понятно все пять контейнеров можно будет вставить вес бронежилета минус 10 тоже хорошо прочность костюма нафиг и защита нафиг пнв прибор ночного видения пнв второго поколения это что-то очень хорошее видимо и неплохо работает так пси защита усилители сервоприводов гераллический усилитель позволяющий переходить на бег главное отличие четвертого поколения экзоскелетов от третьего ну вот ребята и решилось все экзоскелет можно заставить бегать точнее персонажа в экзоскелете заставить бегать за скелет хер заставишь он же металлический выставили все плюс 6 количество контейнеров так это понятно да ребят однозначно оставляем себе вот этот экзоскелет без вариантов просто без вариантов да ну пока все века они мы не никуда не дать не дойдем если бы в селе так ребята предлагаю вот что сходить а нет ничего не предлагаю давайте сначала все таки действительно просто скинем наш экзоскелет экзокостюм экзоскелет сюда так это я заберу я щас сразу толкну это дело потому что нечему тут валяться да оденем севу блин вот тебя бы еще спулить сюда то вообще жесть торчит в инвентаре ничего сделать невозможно неправильно ребят подход то неверный я к разработчикам сейчас данном случае адресую свое негодование безобразники да и то ты чё юрко принц здоров брат подскажи мне насчет одной мне значит пушку хрен достать здесь а вам пожалуйста да понятно все с вами козлы небритые ну может и бритый я уж не знаю так а жрать то хочется съедим-ка мы консерве ну одну и пополним наши силушки богатырские дабы не помереть нам в поле чистом так подождите секундочку где у нас тут задание по поводу да вот изделие номер 62 я его отмечаю мы туда прем кстати далековато путь держать ну да ладно мы еще те кони то добежим минус один патрончик откуда-то взялся почему минус почему минус 29 было почему не 30 хотя не стрелял вроде так давай отходи быстрее отдышка ходячий так подождите я понял я просто зажал бег постоянно и он меня сразу же тратил силы как только их накапливал неверный подход включим фонарик ну не надо нам тут фрезовать это вот не ой 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 кстати я вот сюда заглядывал заглядывал ну заглядывал даже если что и чё ничего же нет все равно пустынно там травинки были я мне показал в патрончике зеленые знаете от каваша такие вот которые в сталкере тут распространены в общем бежим ребята на завод как ушел там да я уже забыл как его называют это не завод даже это аномалии каменный лес а железный лес да железный лес там трансформаторных куча всяких распределителей трансформаторов точнее и распределителей вот этих вот изоляторов трансформаторов и как только не назвать и как только не отличить ну собственно вы поняли какая-то полуподстанция или подстанция как правильно назвать не знаю не случаем аномалия какая-то да это аномалия но пройти я здесь смогу да я вообще не туда попал кстати а там глубоко блин не попросит о собачка да нормально пушка ложит но все равно очково честно говоря в темноте то ой а это опять блять ну вот чем не бревно ребят издалека самое настоящее бревно хорошо то добежал так вовремя я себя остановил ну так там снорки пошли они в жопу пусть ну и а вот же кстати мы же как раз в том месте где у нас тут тайник что я тогда теряюсь то сразу заберем единственная проблема ребята у меня с весом проблема у меня очень мало силушек как бы таскать чего-то да и тайник кстати тоже непонятно где находится давайте вот на эту бочку может оттуда на крышу можно как-то запрыгнуть ведь можно же я надеюсь хрен там наверное угадали блять ни хрена тут нельзя не запрыгну да тут чё дынь я почти допрыгнул может здесь есть какое-то место где по-людски это все делается как говорится воли с цивилизованным методом без рвания задницы пятой точки на части да нет ребят цивилизованных методов не вижу похоже там только один метод это вот в том месте ну давайте здесь еще раз определимся а так можно на будку запрыгнуть или вообще по забору пролезть до той будки от этой будки прыгнуть туда давайте назад блядь заебись я прыгнул на забор а ну еще я бегать перед всю гребанную территорию загородились туда очканав ты так подождите-ка нам чет придумывать то что происходит меня не устраивает куда ты слезай что черта не мытый так я даже не знаю ребят честно говоря ну ладно еще раз на забор пробуем да хоть там блять извините за мой нелитературный так сейчас давай запрыгивай да вылезай ты раздражающий фактор блять ух ты черт побери не забор вообще не вариант подождите а как же туда забраться на эту крышу не вообще конечно есть подозрение не подозрение может быть такая ситуация что одна из альтернативных версий что этот тайник вообще не вверху а внизу ну ладно давайте по прямой оба ну ни черта себе я гимнаст а вот как действует то надо было блять так ты никак здесь нет ой блять ну ка тут могу нет давай ка тут присядочку нахуй оба нет никак да а зря понимаешь зря надежда была на тебя не ну я уже хочу стичь и терить грубо говоря а вот тайник одна бутылка водки нет кто сюда положил какой что за блять оборванец вообще тут не допил нахрен оставил ну дела то такие что как будто то он здесь ну как его подобрать то ну ну это вообще большой вопрос и честно говоря на него ответы я пока ни хрена не вижу ну не на гранате же запрыгивать ну хотя вы знаете не факт может и на гранате а давайте попробуем записаться хотя у меня на на граната нет а у меня гранат нет я ищешь благополучно как говорится сбарыжил 0 гранат может внизу так мне бы понять там тайник или нет я хотя бы хотел просто понять это да поймешь тут пожалуй так единственный шанс это вот действительность 4 вот здесь как-то это мне кажется единственный шанс да ну нам не получится нет шанс это может он и единственный но он провальный и этот шанс тоже провальный и ухать она единственный действительно а может быть внизу есть такая вероятность я могу конечно спуститься вниз посмотреть там такой ведь тоже может быть ну давайте попробуем чего бы нет то выберемся уж как-нибудь наши где наш не пропадала везде она пропадала так что нечего бояться теперь я почти не повредился вы видели какой я крепкий стал а вот сейчас я наверное ну ладно ну ладно тоже неплохо с другой стороны зря я наверное вообще сюда залез вот норки валяются которых я некогда пристрелил здесь как собак что вылезать будете да давайте че я готов умереть геройски где четко его в башню сразу с первого выстрела валяйся блять сука под ногами смерть я твой папка ой блять прям прям такую рык у тебя того гляди за жопу сад нормально тогда раздаю направо налево люлей чуваки не успевают грубо говоря генерится как я их отстреливаю замечательно так мне наверх я так понял я зря вообще сюда спускался никакого эффекта это не дало дало един единственный эффект ладно ребят давайте забьем на этот тайник мне кажется столько времени терять на просто какой-то гребаный тайник ну глупо глупо очень так погодите секундочку посмотрю просто на время действительно ли там мы укладываемся все ли нормально серии с ее объемами извиняюсь возможно это очень громко когда я кашляю но вырезать каждый такой чих это на самом деле не гуд очень достаточно проблематично и трудоемко у меня на это время не хватит отследить все их не я мог бы конечно этим заняться но придется прослушать серию где я там чего сделал где смаркнулся джеки дичь где чихнул так нам надо идти в железный лес поэтому нехерь и бланится по сторонам идем именно туда тоже мне на меня хорошо внупливает прям вот вообще пучок дроби походу входит в рожу очень отлично если вблизи то есть ни одна дробинка мими не летит все летит четко в рожу это позволяет собственно так вот быстро останавливать таких уродцев как плоть так мы подойдем к аномалиям посмотреть просто может артефакты летают даже если они летают я не знаю зачем мне это надо побежали к мы отсюда когда достань к ты пукалку получше потому что свыше как воют вот по этому пукалку получше и надо доставать только для этого какое небо серая я хотел сказать голубое но понял что это будет и провокация о опять этот хер летает ну понятное где вводом пойдем пристрелим собаку умрет как гнижа сейчас он за забор начал вылетать да раньше ох как кидаются хорошо блять они у меня заебет ладно чувак не улетай я хочу с тобой дружить моя твоя все что ли моя твоя убивать и очень быстро неожиданно быстро опять извиняюсь ребята буду извиняться долго и упорно тут я наверное уже вас обыскивал у вас ничего полезного поэтому у вас до сих пор валяются какие-то шмоты которые меня не заинтересовали первый раз хочу взламывается да да все нормально так помню я тут местечко где есть дверь железная который потребовал от меня ключ карту собственно ключ карту нам дал наш вечно бухой карта ну заметьте талантливый сука бухой но талантливый так открываем дайте я сохранюсь а то мало ли сейчас меня ждет предсмертное дерьмо так и вблизи лучше наверно вот на такие пушинцы переходить а у надеюсь тут все в порядке блять надеюсь тут нету каких-то злобных тварей которые мне пол задницы отпустят а половину оставится заставит меня он извините чуваки так надо было умрите братской мальчик ой 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 ну как вы видите проблем вообще не составляет убивать этих хроматоз ников настолько просто их расстреливать они чет какие-то бестолковые здесь по-моему в каком-то из сталкеров по первой даже части они метко стреляли а здесь как-то вообще не о чем дрыбыш кстати первый из дрыбышей которые я использовал помню так войну детектор он все-таки как никак денег стоит и аптечки тоже возьму и гранат тоже возьму может сейчас пригодится спускаемся в жопу ведь какую-то я думал вот переход на янов а это оказывается поиски чё там поиски-то поиски чертежей до поиски чертежей гаусса которые нам надо как кардана приду притаранить и он видимо починить нашу гаус пушку оба а их патрончики мне нужны это я забираю обязательно вы ебать то посмотрите там сколько всего то там эта решетка там просвечивается юб там ходить можно так похоже не так просто эта территория аномалия железный лес наверное поселился железный бес так вот это вот сберу тоже таблетки и медикаменты это наша во первых это я уже много раз говорил это недорого а это не много по весу но дорого так скажем продавать выгодно так тебя обыскивал так значит мы двигаемся какой-то зомби ленд тут много зомбаков которые вот так вот пытаются пристрелить любое живое существо в виде меня которая обладает еще какую-то адекватность в мозгу они уже все они амеба им посрать кто боссался из вентиляции шутут влять вас вообще происходит выбря я ее ее прят трясется земля вообще-то сон ты спирит уж нахуй почему она трясется на это на псевдогигант или как вот там безопасная тварь я помню блять его убивать это целая проблема его хрен убьешь почему не могу прыгнуть тут то ли подпрыгивать надо когда утопает ногой то ли чего я чувак ты так не страшный а у меня вообще расстреливают вошел ты не запоролся сюда стоит псевдо но у меня почти не повредил увидели так туда-сюда сюда-сюда сюда-сюда-сюда так я я знаю что в нем когда попрыгать ты скажи нормально видели хорошо так зашло так мне жалко патрончики вот чё оба вообще не повредил ваще и боюсь если надо уколюсь подожди стой слушать я какой-то блять какими-то патронами стреляют которые очень куча стали долбить посмотреть какая кучность слова а вот сейчас вот чуть-чуть бобу было ты приложился до радиоактивный дни он не страшно вообще серый волк я упрямил если значит что кстати у нас гранат же есть давайте хоть гранаты используем а то что то он вообще просто непробиваемый чмор да есть три штуки да ладно херня вообще война ты главный майор ты не понимаешь с кем ты связался полный важен то что ты сейчас мне пытаешься существо рулев что ли гад на у суда напередки кину и туда-то это это подбросила тему бренды не одну толстожопый сволочь он не вроде небольшой по размеру убиваемый очень долго что в нем здорово-то ну по размеру не больше медведи наверно такой же ну реально убивался какой-то кошмар как бронебойный какой-то тварь такая так вот те решетки вот то место куда откуда я через эти решетки смотрел наблюдал так это то откуда мы приперлись да 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 так ой так я мог бы и здесь даже спрятаться смотрите как тут много всяких траншей накопали видно целая война с псевдогена гигантом должна была меня ожидать а я тут как-то вот залез на платформу и расстрелял дичайшим образом что это там что за блядь чудеса технологии пойдемте кабли так ну-ка-ну-ка-ну-ка это важно надо посмотреть что там происходит так ладно чай блядь давайте на лесенку тут дед лесенка было так вот я здесь а есть еще здесь но здесь она походу закончили заканчивается тупиком хотя нет и тут тоже куда-то можно попадать тут полезно здесь какая разница вообще не особо разница заметно а там другой коридор ну ладно полезно сначала поэтому а хотя чё погодить да ёкарный бабай тут умудрились в одном цеху короче целый лабиринт устроить чтобы я вообще тут запутался ты в одном цеху да мне срать вообще на ваш аномалии путь твою же мать такой же не увязок так он весенка да я мог бы судил сюда спуститься о чем не это даст полбом не это даст безысходностью пойдемте вот сюда тогда вы на плесеньку там мы были на той давайте на этом залезем куда она приведет меня тихо не срывайся да что ты делаешь тату его так ладно стою короче на какой-то жердочки вы или так что там такое вся мы-то тут доберемся ребят тут очковать нечего доберемся однозначно и заберем все что там нам прочитается да это уже походу да это вот как раз тайничком тут связано батарейка кстати от гаусса если честно да аккумулятор энергетические элементы использующиеся в качестве источника энергии капсулированный фрагмент артефакта вспышка изготовлены в заводских условиях при помощи высокотехнологичного оборудования которое когда-то может быть и было сейчас уже его нет у нас есть такой человек в правительстве самый главный такой я пальцем в небо сейчас показываю если ну камера у меня нет поэтому я перед перевожу что я показываю мацам небо сейчас пока самый главный человек вот есть который сделал все для того чтобы у нас ничего не было извиняюсь конечно ну я имею ввиду не технологии не науки ничего все закончилось я извиняюсь конечно может быть кто-то до сих пор верит в чудеса и думает что он просто хороший но бояре как говорится плохие но узнаете можно самообманом заниматься очень долго очень упорно а ситуация не изменится так как я как-то так вот просочился сам не понял как извиняюсь очень сильно извиняюсь так давайте туда их я и было ладно так мне уже бесит все такая смог бы перелететь вот оттуда туда прямо давайте попробуем может быть получится до штаты таки хрень с тобой сказал краш шапочка и побежал на другую лизинку давайте вот здесь залезем может быть нормально не так как нам много проще все таки да вот тут пролететь наверно может даже стран нет разгончик не надо у меня здесь принципе по выступу неплохо удалось а тут просто спрыгнем да вот так нет а тут не долетел бы точнее оттуда до сюда бы не долетел нереально но но эй да вот так опять вниз нет нам в трубу все-таки видимо труба это наше все гордон фриман отдыхает трубы это наша ух ты бля порта тип огромный хуйни под названием гаусс слушайте вот эту вот херню на корабле и стрелять по неприятелю с одной стороны пульнул а вот и журнал через всю землю пролетела и в жопу выстрелить жопу же попала я чувак ты куда вы видели упоминается центральная лаборатория его мозгу с 8 возможно мне найдется информация о секретных экспериментах на территории зоны наши аналитики давно интересуются этим вопросом благо меня на родину вернули вроде бы до столу обратно а то в катсцене я вот куда-то туда в небо пошел я не знаю плохо это или хорошо но по-моему для него и рановато чуть-чуть надо чуть позже это делать меня еще успеют ускорить к небу то полет к небу к небесам сейчас я пока не собираюсь а испытание вот до туда в это окошко стреляли из этой гаушку пусть пушки проверяли ее разрушительную мощь видать так выходим до выходим и двигаемся кардану уже с нашим набором документов ой блинов славы господи я уж думал сейчас закроют похоронят ищи свищи выход но была га выход воду так я дождите сюда или куда мне кажется вверх надо не вниз это не так я иду по моему нам вверх они вниз да где-то здесь выход должен так ну явно не здесь явно не тут чай ребят найдем главное в нашем деле не очковать и не обосраться так а вот же выход все правильно я отсюда же пришел в ту решетку я зайти не мог с этой стороны а с той стороны она открылась поэтому да сокращенный выход все было специально для меня я мудак не понял как обычно затупил так нет ни сюда суда башка снег не попадет ох красиво до ночи освещение такие именно вот под разряда молнии когда все освещается вообще охренительно смотрится так ну ладно я в общем добегу до этого кардана наверное не буду применять вас вот этим бестолковым занятием и смотреть на то куда бегу давайте увидимся в следующей серии поговорим с карданом и разберемся с этой пушкой до встречи удачи пока до следующей серии а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok